На расширенном заседании актива города обсуждены пути реализации инициированных в статье «Семь грани Великой Степи» проектов. Великая Степь была крупнейшим центром цивилизации. Только в нашем регионе были десятки развитых городов, крупные политические, торговые и культурные центры Жанкент, Саханак, Ширакрабат. Об этом свидетельствуют найденные в ходе археологических раскопок уникальные экспонаты. Они в основном хранятся в музеях и архивах России. Одна из задач статьи «Семь грани Великой Степи» – в тесном сотрудничестве с отечественными и зарубежными музеями и архивами собирать их, изучать и перевести на цифровой формат. Все исторические экспонаты, найденные после Второй мировой войны, хранятся в музеях, архивах и институтах России. За 50 лет раскопаны десятки тысяч экспонатов. Их нужно использовать для изучения истории края. Нужно реализовать программу «Архив-2025», проводить археологические раскопки. Филологи университета намерены глубже исследовать устное народное творчество. В рамках этого проекта ожидается выпуск «Антологии». Казахское мировоззрение, то есть философия – все это отражено в устном творчестве. Мы также по этим следам приступаем к созданию «Антологии Сырьеля». Будет он состоять из трех томов. Они станут хорошими пособиями для нынешнего и последующего поколений. Отечественная киностудия «Казахфильм» объявила о начале съемки многосерийного исторического фильма «Касамхан». Это хороший проект. На активе предложено последовать этому примеру и снять фильмы о Батырах и Биях, о Кынах и Жрау Сырьеле. Чингис Валиханала, Адельбек Жаханов, Бекбалат Абденов, Канат Мохамбетов, Кызларда.